Тема, которую я сегодня хотел с вами поделиться, это тема 7 ошибок перископ, которые вам нужно избежать. И давайте прямо сейчас все возьмите блокнот и ручки, напишите, что вы взяли блокнот и ручку, и я прям вам дам небольшой чек-лист, просто вы убедитесь, что у вас этих ошибок нет. Первая, как скоризня бензопилой, ну почти. Первая ошибка, которую я увидел у многих спикеров, и это действительно огромная ошибка, они пишут свое имя латиницей. Даже я, понимаете, у меня очень много друзей, знакомых сейчас на перископе, я не могу порой найти ваши профайлы. Мне хочется набрать, ну вот Дима Соловьева, давай к тебе, к примеру, возьму, да. Мне хочется найти профайл Димы Соловьева, посмотреть, что он вещает о контент-маркетинге. Первое, что я делаю, я набираю на русском. Не находят Дмитрия Соловьева на русском, потому что Дмитрий Соловьев решил себя на английском написать. А на английском Соловьев можно по-разному писать, и Дмитрий тоже, кстати. И, естественно, вас будет меньше находить. Поэтому, ребята, кто авторы, если вы сделали ник на английском, и если его можно менять, я, кстати, не проверял, то поменяйте. Это не очень хорошая штука, если у вас будет, ну, ваше имя на английском, вас просто не будут находить те люди, которые вас уже потенциально знают. Дальше, следующее. Если вы хотите хорошего продвижения в перископе, а я понимаю, мы все этого хотим, то обязательно заполните биографию о себе. Что должно быть в биографии о себе? Как правильно делать биографию о себе? Концентрируйтесь не то, что вот не на хвостовцу, а концентрируйтесь на том, чем вы можете помочь людям. Например, я не помню, какое у меня сейчас инфо, но обычно вот раньше я в соцсетях ставил такой статус «Помогаю интернет-предпринимателям получать клиентов из YouTube», «Помогаю интернет-предпринимателям получать клиентов из соцсетей». Потом я видел, что многие передрали такой же, стали писать вот такую же биографию. И это хорошее действительно, поэтому используйте. И оно действительно работает. То есть, ваша основная цель – это не о вас, а именно то, чем вы можете полезно быть другим, написать в своей биографии. Хуже нет, если вы просто напишите там «Я Тимур Тажетдинов» и все. Но вы не настолько, многие из вас еще не настолько пока известны, чтобы просто вот вас искали по имени. Я понимаю, что «Макс плюс сто пятьсот» из YouTube может написать, что он «Макс плюс сто пятьсот». И то, если он напишет себе по фамилии, его никто не найдет. Поэтому обязательно напишите, кто вы и чем вы можете быть полезны другим людям. Я обычно… А, сейчас у меня написано «Ютубер», «Автор», «Спикер», «Коуч», «Джиу Джист». Иногда пишу «Муж, Отец». И также я пишу, что каждый день делаю такие-то вещания на такую-то тему в 20.00, допустим. Да, у меня как-то так написано сейчас. А вообще идеальная схема – это «Помогаю», там, «Ваша идеальная целевая аудитория», прочерк, «С тем-то, тем-то». Желаемый результат. Например, «Помогаю предпринимателям с клиентами соцсетей», «Помогаю сетевикам с продажами», «Помогаю бизнесменам с удвоением продажами». «Увеличиваю, удваиваю продажи интернет-бизнесменам». То есть, вот тут это явное позиционирование, люди будут знать, почему вас стоит фолловать и почему вас стоит слушать. Дальше, следующее. Раз уж мы заговорили о том, как вас позиционировать, и мы говорили, что написать в описании, я для себя решил следующее, что у меня будут регулярные эфиры в Перископе. И это очень хорошая фишка. Сейчас я заметил, Антон Агафонов тоже решил этим воспользоваться, это помогает по двум вещам. Это помогает и себя дрессировать, и вашу целевую аудиторию. То есть, люди знают, что у Тимура Таждинов в 20.00 по Москве каждый день эфир. Конечно, я иногда чуть-чуть на пару минут опаздываю, задерживаю, но примерно все знают, что в 20.00 у меня эфиры, и могут прийти, поздороваться, задать мне какие-то вопросы или еще что-то. Поэтому хорошо, если вы для себя определите время, в которое вы будете проводить эфиры. Точное время. И оповестите это других об этом. Но смотрите, как только вы это уже сделали, как только вы напишите, что вы будете проводить в 19.00, то вы уже должны это делать, и у вас уже не будет шанса отмазаться. Я так, насколько помню, я еще ни разу не пропустил своего эфира в 20.00. Поэтому, если вы на это подписываетесь, то это делайте. Очень не советую вам ставить эфир в 20.00, кстати, потому что у вас будет одновременно со мной, а меня слушает достаточно много. Ну, мы просто будем друг другу убивать время, как бы. Все остальные времена используйте, разрешаю. Дальше. Огромная ошибка, что вы часто делают ноги здесь на перископе, вы не ведете своих кастов. Ребят, почему? Я вижу людей, знаете, вот у меня кто-то фоллует из знакомых, и на него сразу подписываются 30 интернет-предпринимателей, сетевиков, ну, от 30 человек за несколько суток. И причем, только, не знаю, процентов 10 из них сами ведут касты, только 3 из них сами ведут какие-то касты. Ребят, смысл то, что у вас будет много подписчиков на перископе, то, что вы фоллоуете моих подписчиков, и потом, ну, там, процентов 10-20 фоллоуят вас назад. Смысл то, что у вас будет, там, 400 фолловеров, если вы ничего для них не делаете? Ну, давайте сами себе честно вопрос задайте. Вообще смысл вот тогда вот этого фоллоуинга? Просто, чтобы понтануться где-то и сказать, что у меня есть 400 фолловеров на перископе, я такой крутой. Ребят, это социальная сеть, здесь нужно давать людям контент, давать людям ценность. Почему вы просто, ну, я понимаю, что вы многие ходите, ходите слушать другие эфиры, это хорошо. Обучение – это хорошо, но зачем вы тогда фоллоуете других, если вы сами для них ничего не делаете? Или вы ждете какого-то прекрасного дня, когда вы, наконец, начнете делать первые эфиры? Ну, сделайте уже. Если сейчас вот меня спрашивают предприниматели, как лучше раскрутиться на рынке, как лучше добиться результата, ребята, давайте контент. Включайте перископ, у вас уже будет аудитория. Вебинары сейчас гораздо сложнее собрать и по деньгам гораздо дороже, чем перископ. Просто включаем и начинаем вещать. Более того, у вас будет ваше спикерское. Вот чем больше вы вещаете, тем больше вы начинаете становиться лучше, как спикер. Вы начинаете забивать на то, что у вас грязная голова, на то, что сзади бензопила, на то, что у вас нет микрофона и так далее. Потому что ваша основная, вы знаете, что моя цель – это давать людям контент. И вот вы концентрируетесь на этом. Дальше. Когда вы делаете контент, мне кажется, я сейчас уйду за семь, я так посмотрел, я уже лишний. Когда вы даете людям контент, подготовьтесь. Посмотрел я, посмотрел я следующие штуки. Посмотрел я по карте, какие еще бывают перископы. Тринадцатилетние девочки выходят в эфир, заваривают все чаек. Мне так скучно. Ой, еще один подписчик присоединился. Тимур Чикаго. Вот, а чего? А тебе сколько лет? И ее спрашивают. Тебе сколько лет? Покажи маечку. Это такое убожество. Ребята, давайте вот… Во-первых, огромное спасибо всем предпринимателям, которые уже ведут касты. И я видел, что действительно многие дают пользы. Сейчас могу просто кого-то забыть, но давайте, кто просто на ум сейчас приходит, Артем Нестеренко, Антон Агафонов, Алена Старовойтова, Алексей Валяев, Дима Соловьев, Алекс Айвенга. Куча-куча людей постоянно, ну, кого-то мог забыть. Азат Валеев постоянно выдают какие-то полезные вещи. Ребята, вот вы большие молодцы. И мы сильно прокачиваем этот перископ, мы сильно делаем эту социальную сеть лучше. Потому что вот мы вытесняем вот этих малолеток, которые просто показывают, какой они бургер едят или еще что-то. Я хочу, призываю больше людей, чтобы вы давали пользу. Потому что если вы хотите добиваться больше успеха в бизнесе, кто знает эту фразу, ваше финансовое состояние зависит от того, сколько ценностей вы даете людям. То есть, чем больше вы зарабатываете, тем больше, значит, вы даете ценности людям. Это же все просто. И это не обязательно, что люди с перископа пойдут у вас покупать. Это по кармическим законам. То есть, вам нужно давать людям пользу, меняйте жизнь к лучшему. Поэтому готовьте своим эфиром, старайтесь и так далее. У меня был выходные фокусный день, хотя… фокусный, извините, день без компьютера. Хотя, тем не менее, я все равно вышел в перископ. И вот в эти дни, как я уже рассказывал, у меня поистичают самые креативные идеи. И я взял и начал делать заметки тем, которые я хочу дать на перископе. Вы не представляете, сколько всего мне хочется теперь выдать на перископе. У меня просто вот в голове сейчас потрясающие идеи есть. Мне хочется и Роберта Алланом вам вытащить на интервью. Сейчас он как только вернется в Штаты, я обязательно с ним вытащу его на интервью по скайпу, и вы сможете задать вопросы автору мировых бестселлеров. Человек, который всю тему недвижки в Америке поднял и заработал больше миллиарда долларов на обучение недвижки. Мне хочется… Вот недавно нашел свою тетрадку с записями обеда с Брайаном Трейси. Я ходил с Брайаном Трейси и Робертом Алланом на обед. И вот Брайан Трейси, вот это было на мастер-майнде Аллана, делился такими суперскими фишками про гормоны человека, почему нельзя начинать день в соцсетях и так далее. Я подумал, а почему бы мне не взять вот эти вот свой конспект и просто не поделиться им в перископе. Просто вот открыть эту тетрадку передо мной, и это тоже вас ждет. Кстати, хотите завтра сделать под Брайаном Трейси новое вебинар. Вот я завтра отменил один из запланированных вебинаров, который у меня должен был быть в 8 вечера, и я могу просто завтра взять и весь конспект. Там такой контент, там так прикольно. Я вас призываю, вместо того, чтобы просто слушать, вместо того, чтобы просто включать себя и там… Ну я верю, что многие из инфотусовки, из тусовки сутевиков, также кто еще здесь, предприниматели, что вы не такие. Просто тошно смотреть на то, что творится в остальном перископ мире в Рунете. Вот. Когда ждать? 20.00. Завтра. О, я вас тоже попрошу, увидел, что все стали повторять эту фишку, а я все равно буду просить. Ребят, мне тоже нужен большой охват, и у меня единственная просьба. Даже лайки не прошу ставить, у меня уже очень много лайков. Так, сделайте только одну вещь, я буду каждый эфир ее просить, вот так вот пальцем проведите слева направо и нажмите кнопку «Поделиться», поделиться со своими фолловерами. Если завтра будет много народу на Брайне Трейсе, ну вот на этом эфире, то вот все-все-все расскажу как есть. Просто вот пока вот каждую деталь, которую я записал, а я конспектировал жадно просто, не часто удается пообедать, нас было четверо человек, мы обедали с Брайном Трейси, я имею ввиду, включая Трейси, Аллан еще был. И я с ним, кстати, со многим не согласен, и завтра мы можем также на эту тему помозговать. Так что сейчас обязательно поделитесь, и в вашем же интересах как можно больше людей завтра провести на мой перископ. На андроиде говорят снизу вверх, на айфонах это слева направо проводите и делаете репост именно не в твиттер, именно с вашими подписчиками. Еще. Какие еще бывают большие ошибки в перископе? Когда люди делают вот так. Ооо, круто, круто, я в перископе, мы едем в машине. Правда, Людочка? Да, Людочка. И вот перископ он сделан вот так, чтобы даже если вы заметите, комменты не переворачиваются. Поэтому, пожалуйста, авторы перископа, не мучайте своих подписчиков, не надо делать горизонтальные эфиры. Делайте их вертикальными. Так, готовите контент, горизонтальный экран, биографию. Вроде почти все сказал, кроме еще одной штуки. Ребят, привлекайте людей в перископ, потому что мне нравится то, что сейчас делают, то, что рынок растет, сам перископ очень быстро развивается и так далее. Я заметил, на самом деле, я очень наблюдательный. Если я занимаюсь какой-то темой, чтобы набрать полторы тысячи фолловеров, мне приходится достаточно много наблюдать за другими спикерами, за теми, кто подписывается на меня, за теми, кто подписывается на моих фолловеров. Я заметил, что есть люди, которые открыто делятся перископом, и это, например, Антон Агафонов, Артем Нестеренко, Алексей Валяев. Я видел, что посты делают в Инстаграме, что вот сейчас на перископе. Это очень круто, потому что вы привлекаете новых людей в перископ. Также видел люди, у всех стратегия продвижения на перископе их заключается в том, чтобы просто тупо фолловить наших подписчиков. Понимаете, ну как бы, да, часть из них на вас подпишется и так далее, но я также знаю, что люди, многие боятся, что вот их подписчики, все, вот они придут на перископ и все, они будут слушать других. Они от вас не уйдут, если это ваши подписчики, они все равно будут вашими, и они все равно вас будут слушать. Не надо бояться конкуренции или еще что-то. И я знаю, что у многих есть такой таракан в голове, что вот если я привлеку подписчиков… Ребят, ну меня сейчас считают полторы тысячи человек на перископе. Я был 36-м в Рунете, сейчас я 39-й по-моему, по перископам. И мне совершенно не страшно, что кто-то пытается моих фолловеров фолловить или еще что-то. И вот если вы хотите перестать бояться, что у вас уведут каких-то там людей, которые только на вас подписаны, ребят, ну давайте просто людям пользу и давайте людям то, зачем они приходят, зачем они подписываются на вас. И все будет хорошо. Спасибо всем, кто поделился эфиром. Кто еще поделился эфиром и кто не поделился, кто не поделился – делитесь прямо сейчас. А кто поделился – вам огромное спасибо, и вот мой рост отчасти связан именно с вами, то, что вы помогаете делиться моими эфирами. Есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алекс. Спасибо, Сара, Сара, Алис, Серий. Где статистика по перископу? Сейчас не помню ссылку. Мне скинул Дмитрий Соловьев. Вот. Я не знаю, мы хотели полить это или нет, но я думаю, ничего страшного. Сейчас у меня нет. Окей. Ладно, сейчас покажу. Дима, ну, я надеюсь, ты не обидишься. Вот. Сразу говорю с авторством. Мне статистику перископа скинул Дима. Сайт называется t30p.ru и вот она статистика всех перископеров Рунета. О, я сейчас уже нахожусь на 42 месте. Блин, я был почти в тридцатке. Так, сейчас я вам поближе. И из инфотусовки я сейчас первый, а за мной идет Артем. Ну, вот именно из предпринимательской. И вот тут видно прямо всю аналитику. И видно, что мы единственные, кто занимается массфоллингом. Остальные все просто… Те, кто в топах – это просто люди с Ютуба. И дальше уже посмотрите, кто дальше из тусовки идет. Сейчас скажу вам. Дальше идет Евгений Якимов, Татьяна Филиппова, Антон Агафонов, Александр Булдегеров, вот тот, кто именно… и так далее. Кому была полезна эта фишка, тоже делитесь экраном. Дима, еще раз сорри, если мы не хотели ее давать. Я просто… ну, мы что-то говорили, стоя на эту тему. Вот. Так что это… И еще про фолловинг. Я вам сейчас прикол расскажу. У меня… Ну, меня фолловить достаточно разные странные профайлы. Вот. И понятно, что в начале фолловило много кого. Вот. А потом… Ну, как-то… Какие-то левые профайлы меня начинают фолловить. И, представляете, забавные ситуации. Какой-то, знаете, аватарка, и там изображение голого фаллоса. Просто вот голый член на аватарке. Фолловит меня. А я знаю, что есть куча людей, ну, больше тридцати уже, кто постоянно фолловит каждого моего фолловера. И я захожу, думаю, ну, сейчас посмотрим, кто его фолловит. И как раз все вот эти предприниматели, они фолловят этот голый член. Ребята, ну, как-то… Получается, вообще, ржачно до сарказма. Прямо… Лучшие друзья, наверное, с этим профайлом. Вот. Ну, вы хоть смотрите, что ли, иногда, кого вы фолловите. Хорошо, друзья, давайте… Вот, сейчас у нас еще есть несколько минут. Какие вы фишки знаете по перископу, чего я не рассказал? Я рассказал о том, что нужно обязательно именно английском, нужно обязательно писать биографию, желательно готовить контент и планировать время эфира заранее. Вам обязательно нужно вести хасты, а не просто ходить и тупо всех фолловить. Приводить людей извне на перископ, пиарить перископ в соцсетях. И не надо бояться то, что у вас там кто-то, что-то ваших фолловеров там стянет или еще что-то. И не надо делать вот такой экран. А то всем не очень приятно переворачивать телефон за вами. Что еще? Заранее говорить, сколько видео будет висеть еще. Но это общая статистика, все знают, что видео висит 24 часа. Можно просто обговаривать. Про иконки… А, погодите, про иконки я говорил. Сначала у меня было 10 советов. У меня был каст, который назывался «10 советов, что нужно делать на перископе». И вот именно там я как раз говорил про то, что такое иконки и что нужно их использовать. И да, но сейчас мы говорим про ошибки, которые допускает большинство. Я вам дал 7 ошибок. Какие еще ошибки люди достигают? Где найти? А, это секрет. Кто-то знает уже, кто-то нет. 24 часа. 24 часа висит. Если захотите, вы найдете, скажем так. Буду держать небольшую интригу. Записи моих кастов можно найти в интернете, но где не скажу. А знаете почему хитрец? Потому что если все будут смотреть в записях, то никто не будет на эфиры ходить. Ну зачем оно мне надо? А вот для тех, кто особо были внимательны и слушали предыдущие касты, знают прекрасно, где можно найти и мои предыдущие касты, и предыдущие касты остальных спикеров тоже. Не только 24 часа. Я нашла. Пожалуйста, не палите. Я сказал, почему я это сейчас не рассказываю. Сделай конкурс на телефон. Я, может быть, сейчас следующий конкурс, который я сделаю, это будет конкурс на Инстаграме. Сейчас я посмотрю. У меня Инстаграм приближается к 20 тысячам фолловеров. 19,7. Кто не подписан на мой Инстаграм, обязательно подпишитесь. Будет вам счастье. Я думаю, когда сейчас 20 тысяч стукнет, но это уже через неделю точно уже произойдет, тогда сделаю какой-нибудь конкурс на Инстаграме. Связь, блин, не знаю, у меня все хорошо со связью. Мне нравится, знаете, когда вот эти всякие хитрости, интриги. Многие знают и такие друг дружки. Вот там это. Узнаете как-нибудь. Узнаете и найдете. Связь супер. Хорошо, друзья, поделись видео про раскутку в Инстаграм. Оно тоже есть в Интернете. И даже в нескольких местах. И только избранные знают, как его найти. И только те, кто фоллоили и слушали мои эфиры, давно знают, где находятся все мои эфиры по перископу. Хорошо, друзья, завтра будет один из самых суперских эфиров. Завтра будет эфир с Брайаном Трейси. Он говорит, что, допустим, взяли вы телефон с утра, зашли в Интернет, у вас сразу выделяется такой-то гормон, который типа как кокаина. И вы получили какой-то кайф от лайков, и вы начинаете весь день потом дергаетесь, эти лайки смотрите свои. Хотите продуктивный день? Не берите рано утром вообще телефон до полудня. И в день у вас будет мега продуктивным. И вот такие базовые банальные советы. Но вот в этом плане Брайан Трейси просто красавчик. И я вот просто с жадностью записывал то, чем он делился за этим обедом, ну и потом за мастермайндом. Вот. Ну, есть вещи, с которыми я с ним кардинально не согласен. И тоже завтра об этом поговорим. Все. Еще раз напоследок попрошу вас поделиться этим эфиром. Кто еще не поделился. С вами был Тимур Тажетдинов. Кто заметил, я еще иногда делаю незапланированные подкасты. Вот. И некоторые записи из них потом удаляю. Так что заходите на мой Перископ почаще. Заинтриговал, ждем. А так каждый день 20.00 базовые подкасты, которые потом висят 24 часа. Вот. Кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Это Ютуб канал Тимура Тажетдинова. Скоро кину туда одно классное видео, которое сейчас вот счастливо. И до встречи завтра в 20.00. Или раньше в какое-нибудь время. А, не-не-не, я вам сейчас прикол расскажу. Я вчера с своей знакомой общаюсь в ВКонтакте. Нет. В Скайпе. Я говорю, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И она такая, и валите. Вот. Вот такой у нас теперь небольшой прикол. То, что я теперь всегда так с друзьями буду прощаться. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Все, друзья, всем пока.